Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Все огородники знают, что для того, чтобы получать постоянный урожай огурцов, нужно садить их в несколько сроков. Вот первые свои огурчики для получения раннего-раннего урожая я уже посеяла, я вам показывала, как я сею. Вот они уже, у них один листик появился. Но ранний вот этот посев, именно для получения раннего урожая, он отличается тем, что мы высеваем совсем минимальное количество огурчиков, потому что еще очень ранние сроки и в большом количестве высаживать нам их будет некуда. Но вот сейчас началась вторая половина апреля и во многих регионах люди, кто выращивает огурцы в открытый грунт, высаживает через рассаду, уже приступают к посеву огурцов, к замачиванию огурцов для выращивания в открытом грунте. Я тоже сейчас себе замочу несколько видов сортов огурцов и расскажу, чем отличается вот эта волна посева, вторая волна, когда мы уже начинаем выращивать огурцы для открытого грунта, какие у нее особенности. Ну начнем с того, что во вторую волну я уже не сею зазулю, не сею вот такой как балконный городской огурчик, потому что их я использую только для выращивания в ранние и в ранние сроки и в теплице. А вот эти огурцы, которые я сейчас замочила, их можно будет уже высадить в открытый грунт, в луночке, если будет холодно, прикрыть пленкой. И поэтому вот во вторую волну можно добавлять, можно не только гибриды я использую, но можно уже добавлять огурцы пчелоопыляемые, то есть вот эти классические сортовые огурчики, которые можно будет потом использовать на засолку. Ведь обычно для раннего посева мы используем те сорта, которые чаще всего мы применяем в салатах, вот или длинная вот такая зазуля, или какие-то пальчиковые вот балконные сорта. Но для раннего урожая, когда мы выращиваем, мы не задумываемся о том, что мы их будем солить. Вот я всегда тоже штук 6-8, некоторые даже 2 штуки выращивают для раннего урожая, вот которые можно или в ведре, или в кашпо, или в каком-то балконном ящике вырастить, или там в теплице с особыми условиями. Просто для большого количества сложно создать условия для выращивания огурцов, они очень теплолюбивые, их приходится заносить, выносить каждый день. Массовый вот этот посев, который будет у нас вот сейчас я, обычно мы считаем месяц, но вот они взойдут у меня. В прошлый раз я показывала, какие-то взошли на второй день, третий, какие-то через неделю. Вот сейчас у меня я посеяла внучок, потом могучую кучку и один сорт я решила попробовать. Нынче я, люди мне много прислали новых сортов, кто-то по обмену, кто-то просто решил подарить, посмотреть, как их сорта будут в нашем регионе расти. И вот нынче, первый раз в жизни, я решила посадить вот такие необычные для нашего региона огурцы. Дальневосточные какие-то сорта. Я не знаю даже где это, сейчас скажу. Хабаровские, Дальние, ИСХ, ну короче, где-то с Дальнего Востока. Вот будут ли расти у нас сорта вот эти, как они себя покажут, это очень интересно, я таких вот сортов ни разу даже не слышала. Амурчонок, Хабар, мне прислала Рязанова Вера. Много вот таких необычных, еще среди них был и арбуз. Но, к сожалению, он F1, семян с него не соберешь. Ну хотя бы вот так вот такую диковинку вырастить. Но арбуз я буду позже замачивать. А вот огурцы, амурчонок я сегодня уже замочила. Как обычно, прикидываю неделю на всхожесть, это будет примерно 25-го они уже взойдут. И месяц на выращивание рассады, 25-го мая, то есть в конце мая будет вот эта рассада готова к выращиванию. Можно будет высадить ее или под пленку, или под открытый грунт. Вся процедура замачивания для огурцов, для открытого грунта, точно такая же. Я взяла тот же самый контейнер, только поменяла, конечно, вот эти этикетки. Почему-то не видно надписи. А, отражает она, ее не видно надписи. Поменяла этикетки, вот здесь у меня вместо Насти могучая кучка, теперь внучок и амурчонок. Между двумя влажными слоями ватных дисков, разложила семена, смочила теплым раствором, можно использовать просто теплую воду, можно использовать раствор эпина, циркона и всех-всех-всех стимуляторов, в которых мы замачиваем всегда семена. Закрываю плотной крышкой и ставлю носа в самое теплое место в доме. Через несколько дней буду проверять. Вот в тот раз, кто видел мои предыдущие ролики, вот этот вообще через день взошел городской огурчик, следующая взошла, вот эта вот Настя у меня, и потом уже потихоньку-потихоньку со скрипом на шестой день проклюнулся у меня зазуля. Вот сейчас те семена, которые я высевала для раннего урожая, уже в хорошем состоянии, я их выношу на солнце. А вот эти замочила. Замачиваем по обычной схеме, как только наклюнутся маленькие-маленькие росточки, я рассажу их по стаканчикам по маленьким, и они будут у меня расти. Потом, если они не позволят погода высадить их через месяц, я их переложу в более большие стаканчики. Но вот эти огурцы уже хорошо себя чувствуете. Видите, уже проблески корешков у нас тут. Все хорошо. Вот это был мой второй видеоролик о выращивании огурцов через рассаду. Первый раз мы сеяли для получения очень раннего урожая. Сейчас для выращивания или в открытом грунте, или в теплице, но в обычные сроки. Я обратила ваше внимание на то, что вот сейчас уже можно добавлять все вот эти простые наши сортовые, любимые, нежинский, монастырский. Я тоже сейчас два таких классических сорта замочу. Сейчас уже можно не только гибриды, но и пчелоопыляемые. Даже если вы будете выращивать в теплице, если у вас все лето будут двери открыты, можно вот такие сорта сейчас замачивать, высаживать через рассаду и высаживать потом в теплице. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это я замачиваю семена для выращивания рассады огурцов, которые будут расти уже или в открытом грунте, или под пленочными временными укрытиями. Все.